Впервые об украинской формуле мира 21 сентября 2022 года рассказал Владимир Зеленский в обращении к Генеральной Ассамблее ООН. А 15 ноября президент Украины представил формулу мира лидером стран большой двадцатки. Это, по сути, пошаговая инструкция справедливого завершения войны. Вместо того, чтобы делать какие-либо предложения россиянам, Украина намеревалась создать коалицию стран для поддержки своего мирного плана. Цель заключалась в том, чтобы дать Украине больше веса и контроля в мирном процессе, а также углубить чувство изоляции России. Каждую страну мира можно было бы приветствовать в качестве партнера в этом процессе, но не в качестве нейтрального наблюдателя или посредника. Нам не нужны посредники, сказал мне Ермак. Посредникам больше нельзя позволять поддерживать обе стороны. Саймон Шустер, журналист из публикации издания «Тайм». Все пункты украинской формулы мира основаны на нормах международного права. И, несмотря на попытки России и ее партнеров помешать проведению инаугурационного саммита в Швейцарии или очернить его, Киев получил беспрецедентную поддержку. За столом переговоров собрались представители ста делегаций, среди них 57 глав государств и правительств. Изначально итоговое комьюнити саммита подписали 80 стран и 4 делегации. Однако количество подписей растет. Нет политика в Европе, который бы не хотел мира. Мы все понимаем риски. Но Украина – это именно то государство, которое должно решать, когда и при каких условиях оно будет вести переговоры. Здесь мы на вашей стороне. После успешного старта в Швейцарии Украина планирует провести второй саммит мира до конца 2024 года. После обсуждения базовых требований к агрессору, обеспечения ядерной, радиационной, продовольственной безопасности и обмена пленными в формате «всех на всех», теперь Киев работает над глобальной стратегией. Дипломатический путь, выбранный Украиной – это наша инициатива, потому что мы – жертва в этой войне. Саммит мира прошел, сейчас мы работаем над тремя планами. Детальными планами – энергетика, продовольственная безопасность и обмены. И эти вопросы, я уверен, мы решим. По крайней мере, мы подготовим подробный план, где будут и все остальные пункты формулы мира. Мы все сделаем и подготовим план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами. Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем. Дата проведения второго саммита зависит от интенсивности работы в тематических группах. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что местом проведения мероприятия может стать одна из стран глобального юга.